Я вам скажу, что лучше, лучше перед учебным полигоном настроить аккаунт, а потом играть, потому что вот у меня даже сейчас и x16, x25 прицела нет. Новичок вообще об этом не знает, но я-то понимаю, что вот на этих настройках учебный полигон сложно пройти. Давайте сразу аккаунт настроим пока. У нас бой долгий. Значит, что нам нужно? Цензура сообщений, спам, дата нужна. Принимать приглашение в ангаре только друзей нет. Принимать приглашение во взводе в бою, да. Принимать запрос на боление в друзья, да. Так, отключить часть союзниками нет. Принимать сообщения только из списка контактов, тоже нет. Клановые уведомления получать. Так, дальше идем. Показывать коммуникацию, да. Маркеры бас в случайных боях выключить, вот так. Дальше идем. Встречный бой, штурм отключаем. Генеральное сражение отключаем. Потому что они все равно у нас работают пока не будут. А когда будет работать, я их не хочу играть. Так, адаптируемая двухуровняя панель техники. Чтоб не минималистичная была, а адаптируемая. То есть чуть больше она будет. Ой, а там противник, подожди. Убить. Так, дальше идем. Отображать статистику по наведению на слот, да. Отображать элементы внешнего вида в бою. Все историчные, неисторичные, вымышленные. Записывать реплей, да. Скрывать имя в бою. Это анонимайзер. Мы его позже включим. Отображать отличительные отметки. Показывать технику со взводных. Показывать выбор сервера. При запуске игры обязательно, потому что иначе он будет автоматически вас логинить. Очень важный настройок. Так, показывает жетон уничтоженному вами противника. Вот это я отключу. Это графические такие изменения. Эти жетоны меня не интересуют. Эффект оптики в снайперском. Обязательно отключить. Вообще не нужная штука. Только если вы хотите почувствовать себя реальным танкистом. Ну, это такое себе. Так, значит, показывать по смерти машину уничтожившую вас. Ну, в принципе, можно, но на любителя. Ну, вообще, новичку, новичку обязательно, чтобы вы понимали, кто вас убил. Потому что вы изначально потеряетесь. Дальше идем. Тактический обзор обязательно знать, что это такое. Если мы его выключим, тактический обзор, у нас камера вот так вот вверх поднимает. Вот, все, это максимальное отдаление, видите? А теперь включаем тактический обзор. И ничего не меняется. Оно в этом режиме, видимо, не работает. В общем, камера начинает взмывать над танком, как бы. Командирскую камеру обязательно. Горизонтальная стабилизация в снайперском режиме обязательно. Потому что без нее, если мы заезжаем на какую-то кочку, у нас камера будет трястись. А тут, видите, не трясется. Ну-ка, выключу. Да. Нет, подожди. Это не про камеру. Это когда мы едем прямо, это когда мы едем прямо, поворачиваем корпусом, у нас прицел вместе с корпусом поворачивается. Видите? Вот я мышкой не дергаю. А если я включаю горизонтальную стабилизацию, соответственно, я еду, поворачиваю, у меня прицел на той же точке остается. Это очень важное изменение. Очень важная настройка. Без нее никак. Так, ну, приближение X16, X25 обязательно. Сейчас объясню, почему. Доворот корпуса в снайперском режиме. Отключить галочку. Обязательно. Это для того, чтобы на ПТшках у нас также прицел при повороте корпусом не шел за танком. Так, кратность приближения в снайперском режиме. X2 всегда базовая. Если мы вышли и снова зашли. Так, показывать маркеры техники на панели счета. Вот эти вот маркеры, они нам в принципе не нужны. Спидометр колесной техники, да. Уведомление о причинах отсутствия урона, да. Обязательно. Время ремонта поврежденных, да. Показывать результаты предыдущего боя в чате. Это вот здесь вот будет, да. Нужно. Показывать прочность машин на панели команд. В принципе, не особо нужно. Я ее отключу. Прочность машин на мини-карте по нажатию на Alt. Так, дальше. Включить дополнительные возможности мини-карты. Всегда, всегда. Это у нас... А, нет, подожди. Дополнительные возможности мини-карты. Что у нас это предполагает? Отображение модели техники. Отображение точек на мини-карте. Что-то забаговалось. Оно не должно кружочек показывать. В общем, дополнительные постоянно. Подсказки на экране загрузки боя мини-карты. Подсказки на экране загрузки рангового боя мини-карта. Так, переключение комплектов на экране загрузки. Это для слабых компьютеров. Оно мне не нужно. Прозрачность мини-карты отключить. Так, здесь. Здесь просто все включаем. Все галочки обязательно ставить. Анимация. Так, тут все. Все. Теперь тут настроили. Дальше идем. Графика. Графика она у меня всегда, ну в принципе, сохранилась. Но я для вас покажу. Самые лучшие настройки. Это и красиво, и максимально удобно. Ничего не мешает. Так. Звук. Ну тут на любителя. Кому как. У меня так. Управление. Плюс-минус все стандартно. Ремка на боковую клавишу мышки. Сенсас летела. Пока вот так верну. Потом файлики игры изменю в преференсе. Так, здесь мы пока ничего настроить не можем. Маркер. Наверное, тоже чуть позже настроим. Информирование в бою. Тут все включаем. Тут все включаем. Не все еще. Можно, кстати, включить. Граница карты. При приближении пусть будет. И, наверное, пунктиром. Не стеной. Так, здесь все включаем. Кроме группировать иконки техники. А, ну мы их все равно отключили. Поэтому не важно. Отображать ЛБЗ. Да. Все, в принципе. Прицел бы еще поменять. Но его пока нельзя поменять, да? Да, его не настроить. А это, кстати, недоработочка, что нельзя прицел настроить в учебном полигоне. Это недоработка, я считаю. Короче, поняли, ребят. Если заходите в учебный полигон, создали аккаунт, обязательно включить... Вот, короче, обязательно вот это все настроить. Все, что можно настроить, все, что я настроил, лучше настроить сразу в первом бою.